Это программа «Время говорить» в студии Юлия Рокотская. Здравствуйте! И у нас в гостях сегодня участник прошлогоднего этапа студенческого проекта Red Bull Basement, студент пятого курса ДВФУ Руслан Полынский. Руслан, здравствуй! Здравствуйте! Red Bull Basement – интересный очень проект. Он предлагает студентам, ребятам, молодым проявить свои предпринимательские, изобретательские способности какие-то. Ты был участником прошлогоднего проекта. Расскажи немножко для начала о том, что же это такое, что это за проект, ну и почему ты решил участвовать. Ну, Red Bull Basement University – это в первую очередь проект для студентов, поскольку он нацелен на то, чтобы ребята студенческого возраста проявили свои какие-то, да, как вы сказали, изобретательские навыки, и попробовали себя в каких-то вещах, точнее в их модернизации в лучшую сторону, поскольку университет – это обычно такое большое пространство, и в нем задействовано очень много процессов. И не все процессы работают идеально, а студенты, как пользователи, как люди, которые каждый день этим пространством пользуются, они на самом деле изнутри видят эту всю систему и понимают, что работает очень классно, а что работает, ну, так себе. И как раз-таки проект Red Bull Basement, он нацелен на то, чтобы студенты могли в рамках этого проекта попробовать свои силы, попробовать себя и исправить такие неточные ситуации. Ну, то есть, допустим, самый такой, не знаю, простой пример – это с прачечными, которые работают для всех студентов, очень часто организовываются какие-то очереди, а ты, как студент, можешь попробовать, помыслить и создать какое-то, может быть, приложение для электронной записи, чтобы минимизировать очереди. Ну, в общем, это какая-то такая, да, вещь, которая помогает себя проявить и попробовать себя в роли какого-то управленца. А почему ты именно решил участвовать? Ну, на самом деле, мне этот проект был близок и по моему направлению, которое я выбрал для изучения в университете – это архитектура. То есть, изначально я, в принципе, человек и творчества, и какой-то инженерной мысли, и пытаюсь менять и пространство, и мир, создавать какие-то здания, общественные места. И как раз-таки Red Bull Basement – это та вещь, в которой я мог тоже попробовать себя в роли такого маленького архитектора своего университета, взглянуть на него изнутри, понять, с какими процессами я сталкиваюсь каждый день, и подумать над тем, чтобы я мог исправить. Или привнести нового в университет, поскольку это такое довольно прогрессивное место, которое очень быстро меняется, и оно всегда молодое, поскольку оно наполняет молодые люди. И оно требует каких-то таких трендовых, прогрессивных вещей. Я подумал о том, что я ведь тоже могу попробовать себя в такой вот вещи. И с чем ты приходил? Что у тебя? Вот если их пощупать можно было бы, что это за проекты? Ну, на самом деле, мой проект не совсем был на то, чтобы его пощупать. Он был о таком осознанном потреблении, поскольку сейчас мы все задумываемся активно о проблемах экологии. Они у нас каждый день на виду, начиная от какого-то обычного раздельного сбора, окончая экологическими катастрофами. И мой проект был о том, что каждый день общепиты, рестораны, кафе, столовые, они готовят огромное количество еды, и не вся еда за период их продаж, она реализовывается. То есть очень много еды рестораны выкидывают каждый день. А еда, которая, в общем, выкидывается и никак не утилизируется какими-то гуманными способами, она также вредит экологии, как тот же пластик, как тот же картон. Вредит она тем, что когда она гниет, в общем, этот процесс неперерабатывания, он вызывает парниковые эффекты, которые разрушают наш озоновый слой. И на самом деле кажется, что это такая незаметная проблема, на самом деле она очень актуальна, поскольку эта проблема, она очень масштабна, поскольку рестораны и общепиты, они есть в каждом городе, в каждой стране, и наполняют весь мир. И мой проект был нацелен на то, чтобы решить эту проблему, и я подумал, как ее можно решить так, чтобы это, в первую очередь, конечно же, работало и было взаимовыгодно и для рестораторов, которые выкидывают эту еду, и для обычных жителей, как связать, в общем, этих людей. Поскольку, ну, понятное дело, что это такая инициатива, которая была бы добровольчески реализована, и ясное дело, что никакого бюджета на это нет. Ну и вообще, чтобы создать какую-то классную идею, нужно вообще откинуть от себя любые ресурсы касательно каких-то денег, поскольку если ты что-то придумал, оно работает без денег, оно точно реализуется. И моя идея была в том, что я хотел создать такое приложение, которым бы пользовались и рестораторы, и администраторы в конце дня. Любой ресторан, который понимал, что вот он закрывается, и на этот момент у него есть несколько там непроданных блюд, он мог бы эти блюда там за час до закрытия выставлять в это приложение на продажу, уже не за ту цену, которая продается в ресторане, а по себестоимости. А люди, которые пользователи этих приложений, они могли бы открывать приложение, видеть эту еду, которая выставлена на продажу за минимальную цену, и, естественно, ее выгоднее купить, полноценную еду, какое-то блюдо из ресторана с качественно приготовленных продуктов, купить и самостоятельно съесть дома. И единственное, что проблема была с какой-то доставкой, но каждый человек, который покупает, мог бы сам ее и забирать. И это решает проблему того, что еда не выкидывается, то есть ресторатор, он не теряет какой-то бюджет, он наоборот, ну, что называется, выходит в ноль, поскольку эта еда продана по себестоимости. Пользователь тоже удовлетворен, поскольку он купил еду по себестоимости, то есть это такие несущественные деньги. И, если так сказать, планета спасена, в общем, хотя бы маленьким шажком, но это решило бы проблему экологии касательно вот этих парниковых эффектов от еды. Боже, какие у нас умные студенты. Мне кажется, наше университет просто можно аплодировать за таких студентов. Да. Ты один раз участвовал или несколько? Именно в Бейсменте это был мой, да, первый, пока единственный раз в прошлом году. Вот. Скажи, пожалуйста, я знаю, что участвуют со всего мира вообще люди, да? Да, это мировой конкурс. Каким образом это происходит? Ну, вообще проект, он, да, мировой, и от каждой страны есть какое-то количество участников. И в каждой стране, ну, условно, там, сколько университетов, сколько участников, единственное, что не со всех университетов ребята участвуют. Но каждая страна, я точно статистики не знаю, но точно Россия и другие крупные страны начнут порядка, там, нескольких тысяч студентов, участников. И сам конкурс делится на несколько этапов. То есть первый этап, когда все ребята, любой желающий может рассказать о своей идее, причем в разных форматах, или записать видео лично, рассказать, либо это как-то оформить в виде какой-то диджитал-подачи, рассказать, отправить на сайт проекта свою идею, и дальше все идеи, которые выставлены, прошли модерацию, ну, условно, там, что это идея, там, никаких таких запрещенных вещей, она подвергается голосованию. Голосование тоже общее, то есть любой желающий может проголосовать. Ты можешь, там, просить своих друзей голосовать, и любой человек, который зашел на сайт, тоже может выбрать любую идею из любой страны и проголосовать за понравившийся ему проект. И дальше, когда проходит голосование, от каждой страны есть, там, допустим, топ, там, точно не скажу, но, к примеру, топ 50 участников. И дальше, когда вот эти топы от каждой страны формируются, есть и организаторы проекта, и они уже смотрят лично эти проекты, выбирают самые лучшие, так сказать, из лучших. И те проекты, которые были отобраны уже организаторами, они получают какой-то и бюджет, и помощь в реализации, то есть те участники, которые попробовали подать свои проекты и прошли отбор, они могут получить и какое-то небольшое обучение от организаторов, и помощь, в общем, в реализации, чтобы выпустить свою идею в жизнь, и она работала. Ты победителем стал, вошел в десятку. На каком этапе? К сожалению, нет. Я не прошел этап голосования, поскольку это такой довольно масштабный этап, и многие участники, они обладали хорошим потенциалом, на скобочках, друзьями, которые помогали им активно продвигать их идею, каждый день голосовали. К сожалению, мне не удалось войти в топ участников от страны, поскольку я не набрал то количество голосов, которые понадобилось бы. А что представляли ребята еще? Ты представлял вот такую интересную платформу с возможной реализацией еды, и таким экологичным ее использованием. А что еще ребята показывали, дегистрировали, предлагали? Ну, на самом деле, идеи были совершенно из разных сфер. Были очень много, да, идей были и об экологии, и об осознанном потреблении. Были и какие-то технические вещи, которые упрощали систему, допустим, пропусков на входе, когда вот эта классическая система, где стоит охранник и пропуск проверяет у тебя лично твой пропуск. Ребята придумали какие-то системы, там, с распознанием лиц. Многие даже пытались как-то воссоздать рабочее приложение, написав даже код, то есть, ну, кто там занимается всяким антипрограммированием. В общем, я бы сказал, что батареящее большинство — это были идеи экологии и какие-то технологичные решения о том, как сделать каждодневные наши бытовые процессы более технологичными, и чтобы они упростились и были, что называется, нам актуальны и облегчили бы нашу жизнь. Скажи мне, этому всему учат в университетах сегодня? Ну, вот на твоем примере. Или же это какие-то личные увлечения, может быть, база какая-то, может быть, ты еще где-то учился всему этому? Ну, то есть, я вот, допустим, не представляю, что я сяду и создам приложение. Ну да, это происходит не так сразу. Ну, наверное, не совсем-таки в университете этому учат, но ты учишься этому в университете. Университет — это такое место, где огромное количество творческих ребят, огромное количество просто мегаидей, которые придумываются каждый день, и очень много всяких сообществ, всяких команд, из студентов, из друзей, которые придумывают какие-то вещи. И это то место, где ты можешь и самореализоваться, встретить единомышленников, которые тоже вдохновлятся твоими идеями, готовые разделять с тобой твои идеи. И если ты, допустим, студентом какого-то определенного направления, ну, той же архитектуры, но тебе нужны какие-то там знания об IT-программировании, чтобы попростаться, написать приложение, то многие преподаватели и другие студенты других направлений готовы поделиться своими знаниями. И получается, что это такое пространство, где каждый обменивается своими компетенциями, знаниями, кто чем в общем может делиться, ты получаешь и взамен тоже что-то отдаешь. Вот, наверное, благодаря такой какой-то синергии, такой дружественности друг с другом, и получается обмен знаниями и создание каких-то таких больших идей. И мне кажется, что вот эта вот сама технология такого обмена, это, наверное, университеты будущего, когда рамки каких-то обычных направлений классических, они сотрутся, и человек просто погружается в это пространство и пробует свои скиллы, развивает их и пытается создать какие-то вещи, получает практические и теоретические знания. Мне кажется, это очень круто, я бы хотела, наверное, поучиться вот сегодня в университете. Понятно, что все это интересно и круто, но еще круче, когда эти идеи, они реализуются на практике. У кого-то есть такие реализованные идеи, которые действительно работают в том же нашем, например, в университете или где-либо за его пределами? Ну, наверное, это уже скорее не в рамках Red Bull Basement, а я не зря в самом начале вспомнил про прачечную электронную запись. Есть ребята, которые создали в моем университете платформу, называется Poseidon, она полностью студенческая, то есть ребята IT-направление, ребята-дизайнеры просто написали приложение, сделали сайт-платформу, задизайнили его, и в каждом корпусе живом есть прачечные и несколько стиральных машин. И изначально раньше были всевозможные способы, то есть и гугл-таблицы, где люди онлайн записывались, как-то пытались заэлектронить процесс и пытались клеить какие-то там бумажные стикеры, что вот я занял, я второй и стираюсь, там кто-то третий. И это отчасти работало, но часто это как-то портилось, кто-то занимал не свою очередь, и это довольно такая не самая положительная история, и пока ты учишься занят учебными делами, я тут хотел там постирать свои вещи, но вот вы место заняли, это такие негативные эмоции. И вот эти, да, ребята, будучи сами студентами, понимая и участвуют в этом процессе, каждодневном, придумали такую вот платформу, и она сейчас вот уже второй год работает, работает довольно-таки неплохо, то есть каждый из студентов, имея свою учетную запись в электронной системе университетской, может при помощи этой учетной записи создать себе аккаунт на Посейдоне и просто выбирать время свободное для записи, которое не заняли, записываться, получать себе напоминалку о том, что вот у тебя там стирка во столько-то, и ты просто уже знаешь, ты, ну в общем, не нужно никуда спускаться, не идти к какой-то стиральной машине, ты у себя из комнаты открыл приложение, записался на стирку в тебе удобный день, в тебе удобное время, если оно, конечно, не занято, и просто получив напоминание, знаешь, когда у тебя стирка, идешь и стираешь вещи. То есть, да, такие технологичные вещи, они упрощают жизнь, и классно, что ребята такое создают, и у них получается, это работает, и другие люди этим пользуются. Я напоминаю, это программа «Время говорить», и сегодня мы обсуждаем, как сделать этот мир комфортнее и лучше с помощью современных технологий. Вернемся после небольшой паузы. Я напоминаю, это программа «Время говорить» в гостях. У нас участник прошлогоднего этапа студенческого проекта Red Bull Basement, студент пятого курса Руслан Полынский. Мы говорим о современных технологиях. Руслан, уже проговорили, да, небольшую часть о том, что же такое проект Red Bull Basement. Знаешь, интересен момент того, что получают участники-победители. Тебе же наверняка известно, может быть, это обучение какое-то, может быть, это поддержка какая-то, может быть, это поездка куда-то. Ну, если говорить про Red Bull Basement, то да, все победители, которые пришли отбор, они получают и обучение от наставников, менторов, которые разбираются в том направлении, в котором они придумали свой проект. То есть попробовать им написать код, чтобы это приложение работало, если это приложение, или какой-то человек-управленец, который занимается созданием инфраструктуры, раздельного сбора и знает все о том, как должны перерабатываться отходы. И вот, ну и порой это бывают и какие-то гаранты, то есть денежные средства на реализацию этих идей. Например, я участвовал в другом проекте, тоже от Red Bull, Airy Race. Это проект про то, что, в общем, он проходит в рамках большого Airy Race. Это когда пилоты, которые обладают очень хорошим умением управлять самолетом, они собираются на такие соревнования, это проходит в Японии, и над морской гладью выстраиваются огромные такие конусы, несколькиметровые, и пилоты, каждый из них выполняет всякие различные интересные трюки, облетая вот эти конусы, переворачивая свой самолет в плоскости на все 360 градусов. Это такое зрелищное, довольно событие. И Red Bull проводит конкурсы для, в общем, всех участников, наверное, скорее, творческих каких-то направлений. Идея в том, чтобы получить развертки, чертежи самолетов и попробовать его закастомить. То есть как-то творчески оформить, раскрасить, это может быть любая техника, вообще все, что тебе угодно, как ты считаешь нужно, так ты и оформляешь этот самолет. И мой друг, который работает как раз таки с BM в Red Bull, а посоветовал там поучаствовать, аргументировать тем, что они вроде как человек творческий, возможно, мне что-то получится. И изначально я скептически довольно отнесся, подумав о том, что это довольно-таки такой масштабный глобальный конкурс, в котором принимают участие тысячи ребят со всего мира. И возможно, да, что-то я умею, но не настолько классно и мне соревноваться с кем-то. Ну, как-то я считал, что... Недооценил себя. Да, недооценил. И приняв участие в этом конкурсе, я, наверное, в самый последний день отправил свой оформленный самолетик на проект. И, наверное, через месяц я получил ответное письмо о том, что мой проект, мой кастом самолета вошел в топ-10 среди всех участников, которые приняли участие в этом конкурсе, а там, ну, то есть десятки тысяч ребят, то есть из десятки тысяч я попал в эти топ-10. Для меня это, ну, было прям большой неожиданности. То есть это шанс на тысячу, как минимум? Да, да, то есть я обычно, когда в чем-то участвую, я примерно оцениваю свои, не знаю, риски и понимаю, что тут, может быть, да, я выиграю здесь же. Я вообще не предполагал своего выигрыша и не думал о том, что я попаду даже в топ-10. И, ну, это была очень, да, неожиданная для меня новость. И идея была в том, что все топ-10 участников получают классные призы от Red Bull, которые приняли участие, а два или три участника, которые там заняты первое, второе, третье место, они получают еще и вместе с призами поездку в Японию как раз-таки на Air Race. И это уже как бы второй этап был, к сожалению, туда я не прошел, но был счастлив, что попал даже в топ-10. А все вот эти проекты, то есть я так понимаю, первый проект, который связан с Японией, он был до Red Bull? Да, это было... Это тебя исподвигло поучаствовать в Red Bull Basement? Да, на самом деле я тогда совсем неословно принял участие, не думая о том, что я могу победить, и уже когда появился Red Bull Basement, когда я узнал о нем, я подумал, что, ну, если там что-то получилось, то здесь, скорее всего, у меня тоже шансы есть, и поэтому это такой один из фактов, который сподвиг меня поучаствовать в Бейсменте. Такой общий вопрос общего характера. Такие проекты, как ты думаешь, они нужны? Ну вот даже у нас в России. Да, я считаю, что безусловно нужны, и я сам даже пытаюсь инициировать подобные проекты в университете, даже будучи студентом, поскольку это такие вещи, в которых ты, будучи студентом, понятное дело, тебе не хватает каких-то практических навыков, ты многое делаешь, много тратишь времени на то, чтобы там овладеть тем профессиональным знаниями, которые тебе преподаются, но когда ты принимаешь участие в таких творческих проектов, когда у тебя есть вот этот соревновательный фактор, это тебя толкает на большее совершение, и когда ты придумаешь что-то и генеришь в короткие сроки, в, так сказать, таких стрессовых ситуациях, это очень хорошо работает, поскольку идеи получаются крутые, у тебя есть потенциал это реализовать, ты продумываешь это практически, обдумываешь со всех сторон, как это могло бы работать, и получаешь те самые важные практические навыки, которые потом у тебя применяются и в реальной жизни, и я думаю, что это очень важно и ценно, ну и как минимум это еще и твое, так сказать, портфолио, которое может рассказать о тебе, о твоем будущем и работодателю, и вообще той сфере, в которой ты собираешься дальше участвовать, работать, жить. Ну, кстати, о твоем будущем портфолио, ты учишься на архитектора, ты участвуешь в таких инновационных каких-то проектах, тебе это как-то в будущем поможет? Вообще, что ты дальше планируешь делать? Ну, наверное, ответ стать архитектором это слишком просто, и даже просто для меня самого. Ты поэтому спросила, да. На самом деле я довольно чувствую в себе очень часто какие-то такие идейные вещи, и постоянно мне хочется что-то творить, что-то создавать, как-то небольшими или даже большими шагами менять мир. Я считаю, что, наверное, жизнь для того и дана, чтобы как-то попытаться изменить хотя бы окружение вокруг себя, вот это пространство. И если каждый будет задумываться об этом, каждый пытаться, то мир станет чуть лучше, поскольку это такой осознанный образ жизни. И, наверное, в будущем я себя вижу вот в таком как раз таки направлении. И у меня есть такая небольшая своя, может быть, даже и большая мечта создать свой университет. Возможно, это будет не что-то физическое, а в таком абстрактном плане. Но университет — это такое пространство, где люди, которые хотят поучаствовать в этом, так сказать, даже анти-университете, могут реализовывать себя, применять какие-то практические вещи. И архитектура как раз таки, она хороший такой шаг вот в этом направлении, к этой мечте, поскольку архитектура, ну это довольно-таки большая наука о мире. Это не просто там проектировать здание, это и понимание, как работает город, это и психология людей, как они живут, что им нужно, что им необходимо, это эргономика. То есть там начиная с того, что как сделать приятное пространство для человека, то есть там на каком уровне выдвигать ящичек и кончая о том, как работает город, как должен быть транспорт общественный, как должны там собираться дороги, быть общественные парки. И изучая все это, ты все больше в это погружаешься и понимаешь, что это безумно интересно, вот это аналитика, осознание, как люди мыслят. И ведь если ты будешь понимать и знать, что людям нужно, какова их мысль и какое пространство для них приятно, то это и будет тем самым ответом, в каком направлении двигаться и что создавать, как проявлять свои идеи. Мне эта идея очень приятна. И у нас есть, наверное, ты знаешь, дирекция общественных пространств города Владивостока. Я слушаю тебя и вижу отголоски оттуда. И очень приятно, что у нас есть такая молодежь, которая сможет дальше продолжать все начатое, все хорошее начатое, когда ребята Concrete Jungle, Салават Галиев, когда они говорят, что среда меняет человека. И вот ты сейчас, по-моему, об этом же как раз таки говоришь. И вот оно, будущее поколение тех самых архитекторов, инноваторов и так далее. Ребята, которые участвуют сегодня к Red Bull Basement, вернемся. Что ты им мог бы пожелать? Вот уже пройдя все вот эти этапы, что бы ты им хотел сказать? Ну, первое и самое, наверное, главное, что желает вам на самом деле в проекте и конкурсе, это не бояться. И как бы это примитивно не звучало, это действительно так и, что называется, правда проста. Потому что если у тебя есть какая-то идея, неважно она масштабная, которая меняет весь мир, или просто маленький шажок, который, ну, там, упростит жизнь, ну, пусть даже трех, четырех, пяти людей, это идея. И она ценна тем самым. И обычно из таких маленьких идей и получается что-то большое, масштабное, что меняет мир. И как раз таки, если желать, то желать не бояться и пробовать себя во что бы то ни стало, как бы ты сам не стеснялся и не думал, что это там не оценят твои друзья и вообще какие-то организаторы конкурса. Нужно просто брать и делать. И чем больше таких вещей ты делаешь, чем больше ты, пусть ошибаешься, пусть не выигрываешь, но пусть десять раз ты проиграешь, но один раз обязательно он будет твоим успешным. И твои идеи заметят и почувствуют, что это действительно важно и нужно. Ну, то есть, наверное, я могу это сказать не просто так, поскольку сам лично каждый, может быть, даже день убеждаюсь в этом, что чем больше ты пытаешься и делаешь, то тем больше и получается. Так что... В твоих дальнейших планах что? Ну... Уже какие-то идеи, может быть, новые, родились уже платформы какие-то новые. Ну, на самом деле, да, сейчас как раз таки мы с ребятами и моими друзьями, некоторыми даже одногруппниками создаем такое, не знаю, даже как назвать общество, комьюнити ребят, которые меняют университетскую среду. Наверное, это такая архитектурная лаборатория, тот самый, о котором он говорил, анти-университет, который нацелен на то, чтобы и менять образование, которое есть сейчас, поскольку и архитектурная, и, в принципе, любое образование, которое существует, оно немного непрогрессивно, и очень сложно ему стать таким, поскольку любое образование это методология, а методология, она выявляется там годами, чтобы понимать, чем учить и как учить, и когда ты уже пришел к этой методологии, мир он изменился, немножко стал другим. Вот. А мы, как студенты, мы можем уже участвовать, можем пробовать организовать самостоятельно какие-то и воркшопы, называть каких-то людей, спикеров, которые разбираются в сфере, которая вам интересна, то есть там урбанисты, устраивать такие с ними мастер-классы. И наша комьюнити, она как раз таки и задействована на то, чтобы создавать и пробовать и влиять на университетскую среду, делать какие-то и открытые пространства для работы, создавать какие-то университетские коворкинги и, возможно, создавать какое-то свое такое на стороне образовательные траектории, в которых могли бы наши одногруппники, наши знакомые, ребята, принимать участие и получать дополнительные навыки. И мне кажется, такая вещь, она интересна, поскольку еще даже на этапе запуска уже много ребят, которые желают поучаствовать, которые заинтересованы в этом. Сейчас очень так это активно развивается. Руслан, я тебе и твоим друзьям желаю вперед и вперед. Спасибо. Только, да. И чтобы все ваши успехи, они действительно воплощались в жизнь, потому что это очень интересно, потому что за молодежью будущее и будущее именно за вот этими всеми инновационными идеями, которые вы с такой легкостью воплощаете в жизнь. Да, будущее – это любовь к миру и к себе, и к окружающим. Это была программа «Время говорить» и в гостях у нас был участник прошлогоднего этапа студенческого проекта Red Bull Basement, студент пятого курса DWFU Руслан Полынский. Мы говорили, как сделать этот мир комфортнее и лучше с помощью современных технологий. В студии работала Юлия Ракотская. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова